Привет, Интернет! Сегодня я покажу вам еще одно экстремальное место, а уж посещать его или нет, вы решите сами. А отправлюсь я в микрорайон Мостострой города Владимира. Что же интересного может быть в маленьком лесном и тихом микрорайоне, вдалеке от городской суеты? По одной из версий этот населенный пункт получил свое название во время строительства железнодорожного моста через Клязьмов. Сейчас же через Мостострой проходит электричка в Тумском направлении, но делает это не часто. Мостостройство железнодорожного моста однако же мы отправимся в лес, чтобы посетить озеро Плаучье. Плаучье озеро расположено на левобережной надпойменной террасе реки Клязьма у западной окраины микрорайона. Это лесное озеро Карстового происхождения с оболоченными берегами. Оно занимает котловину около 10 гектаров. Субтитры создавал DimaTorzok Филолог и мифолог Буслаев в XIX веке писал «Болотистые и обросшие мхом берега Плаучего озера, обильные ягодами, привлекают сюда горожан и поселян, которые, однако, спешат уйти в сумерки из-за дурной славы озера. Мшистые зеленые кочки, плавающие от одного берега к другому, предание обратило в могильные колоды. А по преданию этому убийцы князя Андрея Боголюбского были казнены князем Михаилом. Заговорщиков ввели к месту казни с подрезанными пятами, затем их зашили в врагожные мешки и подожгли. Останки казненных сложили в деревянные короба и затопили в озере Плаучим. Да, Рентиви, да и только! Плаучее озеро имеет берега из мха, покрывающего воду. Местами он тонкий и достаточно сильно раскачивается. Местами кажется твердой землей, а местами дырявой. Субтитры создавал DimaTorzok Прыгнешь посильнее, и земля ходуном ходит. Болото! Болото там засосет и не вынырнешь. Цвет воды темный, потому что озеро торфяное, и вода в нем коричневая, но при этом прозрачная. Также говорят о страшных звуках, которые похожи на стоны и стинания. В ночное время, конечно. Если вы любите разные мистические истории и загадочные места, то озеро Плаучее это как раз такое место. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Если посмотреть на озеро Плаучее на карте, то можно обнаружить еще два подобных. Они располагаются практически на одной линии. Плаучее, ежово, бездонное. Некоторые местные жители обращают внимание на их похожую геометрию и расположение, и делают вывод о том, что эти озера – результат падения метеорита или другого небесного тела. Так что и здесь довольно много легенд и домыслов. Субтитры создавал DimaTorzok Лично я бывал здесь дважды, но купаться не решился. Нужно быть осторожным при передвижении. Понятное дело, что болотистые берега, но и деревянные палеты с торчащими гвоздями не дают никакой уверенности. А на берегу действительно много брусники, и это место можно считать вполне себе экологичным. Я не буду рекомендовать это место к посещению. Без машины отсюда выбраться будет затруднительно. Местный общественный транспорт ходит сейчас довольно плохо. Просто вот такой вот вояж получился. Возможно, к одному из самых мистических мест города Владимира. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...